В камере находится порошок никеля, водород, закачанный под давлением, и некий секретный катализатор. Этот процесс, который происходит при комнатной температуре, изобретатель определил как холодный ядерный синтез. Андроа Росси предложил миру источник неограниченной и практически бесплатной экологически чистой энергии, потому что и никеля, и водорода на Земле предостаточно. Но и поверить в то, что небольшое устройство способно вырабатывать энергию в объеме 5 мегаватт в час, им было очень сложно. Доброе время суток. Я решил сегодня все-таки продолжить и снять по поводу БТГ, бестопливного генератора Андреа Росси. Там топливо есть, но не то топливо, которое мы привыкли получать от сжигания нефти, угля и других. Вот есть установки, которые повторили в России. Ну, то есть, как бы, наши кулибины, которые пытались повторить установку ЕКЭТ Андреа Росси. Вот. Есть несколько человек, которые в разных условиях, под разным. Вот таблетку гидрит титана. Вот. И проводили эксперименты. При помощи облучения высокочастотной происходило... Вот, можем видеть. Выделение, огромное выделение энергии. Видим, да? Вот. В разных условиях, разные пытаются повторить этих экспериментов, оказывается, большое, огромное количество. Но я хочу поговорить не об этом. Я хочу... Немножко просто начали всякие мне добрые люди писать всякую ерунду. Вот, допустим, вот это маленькое устройство, 5 мегаватт, так и хочется подойти и стукнуть чем-нибудь тяжелым по голове. Что вы людей вводите в заблуждение? То есть, это я один такой примерчик привел. Дмитрий Пашкевич мне написал. То есть, люди, в большинстве случаев, это просто, ну, мягко говоря, немножко, ну, как бы, привыкли в школе учить всякую хрень, что это невозможно, потому что это быть не может и так далее. Вот они эту ахинею всем пытаются втюхать, навязать. Причем в агрессивной форме. Ну, я ему, соответственно, в агрессивной форме и ответил. Ну, то есть, человек, не разобравшись, ну, уже все, он уже эксперт, он все. Это не может такого быть, потому что меня так учили в школе. Так вот, и таких комментариев много. И, естественно, что, как бы, нет смысла в этом всех показывать. Я просто объясняю. Можете, вот, я специально под этим видео сейчас поставлю ссылочку, которую мне предоставил Юра Сотис или, по-моему, мой критик Николай Теслоу. Вот, кто-то из них, я не помню, кто, подбросили вот эту ссылочку. Огромное вам спасибо на патент Андреа Роси. Вот, я вам, Юрий, за то, что вы, как бы, поддержали меня в Сотис. Вот, и Николай Теслоу. Хотя он меня жестко критикует частенько, но критикует, как правило, по делу. Я уже говорил про него. Хороший критик, молодец. Спасибо вам огромное. Вот. Как бы, сейчас я покажу. Вот, и Сириус Сотис техника. Это Юра. Он помогает мне, ну, как бы, поддерживает. И еще есть такой Николай Теслоу. Сейчас я его найду. Сириус Сотис. Кто-то из них. Да, вот он. Подбросил эту ссылочку на этот патент. Вот. Читаем. Температура от 150 градусов до 5000. Вообще-то от 150 до 500. Это при первом способе до 5000, а второй способ до 500 градусов. Никаких миллионов и миллиардов градусов. Всего лишь 500 градусов. Можно получить с Николая. Я не буду полностью разбирать этот патент. Это огромный, как говорится, целый реферат. Да, то есть, почитаете. Кому. То есть, изобретение Андреа Росси. Первоначальный патентобладатель Андреа Росси. Вот. Запатентованно. 13 января 2011 года. Заявлено в 2009. Дата приоритета 2008. Дата публикации. Видим, да? То есть, вот этот вот патент. Самое интересное. Кому интересно, проанализируйте его подробно. Я его читал. Я просто приведу вот такие вот вещи. В конце это все идет. О, 58 грамм никеля будет подобно 30 тонн нефти сжигания. То есть, 517 тонн на грамм никеля. Понятно, да? То есть, получаем 9 на 10 в 11 степени джоули. Это как раз и есть, по-моему, даже не 5 мегаватт, а 50 мегаватт. Может, я неправильно посчитал. Есть калькулятор расчета. У меня получилось вот такое. То есть, вот 5 мегаватт получилось 18 миллионов джоулей. То есть, другими словами, 18 гига джоулей. Понятно, да? Вот. Кому непонятно, пересчитайте. Это при сжигании 58, ну, при образовании, когда будет протекать холодный ядерный синтез, переход, переработка 58 граммов никеля, вот, выделяет вот такую вот энергию, как будто сжигается 30 тонн нефти. Для тех, кто не верит, для тех, кто на бронепоезде, я поставлю ссылочку на вот этот патент. Как говорится, Фома неверующая, это, с одной стороны, хорошо, почитайте внимательно, изучите. То есть, вот это вот устройство E-CAT, вот это оно и есть, которое вырабатывает. Это БТГ, самый натуральный БТГ. То, что там многие говорят, что это не может быть, это невозможно, это все херня. Пожалуйста, изучайте, читайте, и вы сами убедитесь, что нет ничего невозможного. Невозможного. Теперь, возможно, все. Ведь сегодня нам можно все. Это я уже тысячу раз говорил, тысячу раз повторял, что это устройство, скорее всего, почему компания НАСА взяла под свое крыло, оно будет ставить на свои космические корабли. Будут использовать вот этот вот летающий, так сказать, гравитсапу. В 1999-м я изобрел ракетный двигатель, впрочем, отношение к нему неоднозначное. Это двигатель для ракет и спутников. Так что М-Драйв изменит мир. Первое, у нас появятся летающие машины. М-Драйв, вот. И будут на нем летать, и будут использовать в качестве топлива вот этот вот никель. Понятно, да? Они занимаются и этим патентом, и тем патентом, и, короче, ну, не стоят. И многие, как говорится, в России пытались повторить вот это вот. Найдете кому ЕКАД, реакторы делали. И есть некоторые успешные модели. Особенно вот это вот. Мне очень сильно понравилось. Так что, пишите свое мнение, комментарии. И прежде чем, как говорится, гнать на меня, сначала почитайте, изучите патент, а потом вякайте. Всем всего хорошего. До свидания. Счастья, удачи и процветания. В течение какого-то месяца шесть ученых, профессоров, следили и наблюдали за этим. И они были в шоке. Они не могли это объяснить, как такое происходит, что такое происходит, почему оно, маленькое устройство, вырабатывает пять мегаватт электроэнергии в час. Это просто сумасшедшее. Они не верили. В течение месяца они еще раз, шесть профессоров, наблюдали за этим. Это исторически подтвержденный факт, задокументированный. Тем не менее, все продолжают орать, что никакого холодного ядерного синтеза нету. Это все обман. Никаких бестопливных технологий не существует. Почему? Потому что им хорошо платят нефтяные магнаты. Все мы это прекрасно знаем и понимаем. Смотрим. Называлось устройство Екет. То есть, это устройство, оно называлось Екет. То есть, устройство кошки. Так сказать, размером с кошки. Инженер Андро Росси сообщил собравшимся... Итальянский инженер сообщил собравшимся то, что это... ...что его устройство способно генерировать энергию с 30-ти кратным увеличением от потребляемой мощности. То есть, это что-то вроде как минимизатор, только наоборот. То есть, бестопливный генератор. Подаем на него, допустим, 220 и умножаем это на 30. Получаем... 220 умножаем на 30. Получаем 6600 вольт. То есть, в 30-ти кратном. И там, допустим...